Добрый день! С вами Укрлайф ТВ и наш новый цикл передач, который мы назвали «Философские этюды». Мы будем говорить о философии, точнее о ее актуальном воздействии на нашу сегодняшнюю, нашу будущую жизнь. Обычная философия преподается как история философии, это значительный недостаток преподавания ее. А мы будем говорить о философии как о нечто живом, влияющем на нас прямо сейчас. Будем смотреть, насколько она определяет нашу жизнь и как она определит ее в будущем. С вами Алексей Арестович, Андрей Митлев и доктор философских наук, философ Андрей Бомбейстер. Алексей, можно я добавлю до слова? Приятно, что вы пригласили меня в эту программу. Я, будучи шеф-редактором Укрлайфа и иногда же ведущим, сегодня приходит Арестович в студию и думает, что он будет один с философом. Потом он говорит, у тебя же тоже какое-то философское образование, заканчивал какой-то там факультет философский. И говорит, ну, посидишь с нами, поэтому я буду сидеть и активно мешать, конечно, людям, говорить на умные темы. Когда я первый раз сюда попал, вы меня приятно поразили. Знанием некоторых имен и названий. Не, не в этом дело. Тем, что вы философ, это же образ жизни. Да. Вы истинный философ. Вот философ и где? Это же не формальное образование. Это образ жизни, способ жить. Вот с философией как способ жить, да. У нас сегодня Платон. Мы пройдем по ряду таких звезд философии, по основным именам, персональным, столпам, я бы сказал. Потопчимся. Потопчимся, да. Сегодня у нас Платон, и мы будем говорить не о тех сведениях, которые можно прочитать в Википедии, не тратить на это эфирное время, а о том, какое влияние Платон имеет на нас сегодня и будет иметь в будущем. Это влияние необычное. Знаменитый математик Уайтхед когда-то сказал, что вся философия, вся история философии – это комментарии к диалогам Платона. Что может математик понимать в философии? Сразу вот Андрей, пас такой, да? Были философские тетради математические у Гегеля и у Маркса. И по-настоящему Гегель, так кажется, не переведен? А специалисты, которые разбираются в математике, считают, что вот в Марксом Салат-Тетради немного не туда пошла математика. Но это я вспоминаю о своем образовании. Так что это не к Уайтхеду, а к нашему профессору. Уайтхед был также и философом потом. То есть вначале он написал книгу по философии и математике вместе с Расселом. Я думаю, что он даже мало сказал о Платоне, что комментарии западной философии, комментарии к диалогам Платона. Я думаю, что многие не подозревают о том, насколько Платон сильно влияет на каждого из нас. Например, мы говорим друг другу, это хорошая идея или это плохая идея. Или мы говорим, ну, там, Петр идеалист или Мария идеалистка. Мы пользуемся словами, которые ввел в обиход Платон. Или когда мы говорим о том, справедливо ли наше общество, какие правила имеет политическая жизнь, оправданы или нет, это все влияние Платона. Потому что он был первым, кто посвятил жизнь философскую для политических изменений. Вначале Афина, потом он думал о городах Эллады. Собственно, философия была политически ориентирована. И занятия отвлеченными вещами имели для него смысл в первую очередь политический. То есть это человек, который сумел взять крайние абстракции, да? И придать им актуальное звучание, которое актуально до сих пор. Не оставил никого равнодушным. Высокие идеи, спроецированные на общественные нужды, может быть в этом рецепт один из рецептов успеха Платона. То есть он абстракции превращал в практические советы. Но вот государство. Государство ж очень многие люди считают чуть ли не фашистской идеей, прообразом будущего национал-социализма. Вот откуда корни фашистской идеи. Потому что что это общие жены, общие дети, да, там и так далее. Изгнание поэтов. Насколько во всем творчестве Платона государство занимает, мы заговорили о философии и политике, занимает такое, ну очень необычное место, не назовем его странным. В чем концепт государства Платона? Почему вот это, откуда все вот эти странности и крайности по типу общих жен, детей, изгнания поэтов, я еще раз повторюсь, там и так далее, и так далее. Чем это объясняется? Чувствуется крепкий семьянин Аристоевич, да, это вопрос сразу главный. Не, ну это же основная, я готовился, я простите, я готовился к передаче, я по этот сам, читал критику на Платону, современную, да, почитал. Да, правда, правда. И там американцы, в американской философии есть тренд, где говорят, это просто возмутительно. Он возмутителен своей вот этой вот влоге. Не, ну кто начал, австриец Карл Поппер, который еще в 43-м году, в 44-м, Поппер это главный философ Сороса, то есть его гуру философский, да, и Поппер написал книгу «Открытое общество и его враги», как раз в 43-м, 44-м, под гром пушек немецких, англо-соксонских. Да, да, да. И он пытался диагностировать, почему пришел Гитленно, Муссавлини Сталин, где эти истоки. И здесь он снова Платону повлистил. Да, он сказал, что Платон это враг открытого общества, и что есть главные враги, такие как Платон, Аристотель, Гегель, которые разрабатывали идеалы тоталитарного государства. В самом деле, конечно же, они занимались чем методной философии, диалектика. Поппер был несчастным позитивистом, ничего философии не понимал, потому что его наследие, может быть, только Сороса волнует, потому что у него есть миллиарды, он может читать, что он должен помогать Украине, это очень важно. Да, безусловно. Но в данном случае мы имеем дело с предрассудком, потому что государство с его описанием сословий, можно так сказать, или украинский умовый станев, статус, это некая модель, которая предлагалась для обсуждения в рамках академии. И когда говорилось, например, о войнах, раз там обществе жен, сказал Алексей о войнах, нужно сказать, что войны должны были проходить очень сильное и глубокое воспитание и образование. Причем отчасти оно было философским. То есть войны в государстве, не только философы правят, но и войны, стражи проходят философское воспитание. Второй момент. Почему общность жены детей? Но это было, сейчас мы сказали, что это небольшая провокация Платона. Он хотел сказать, что мужество воина, стража, должно было достигать определенного уровня. И когда человек думает о семье, философы тоже без семьи. То есть высшее сословие правителей не думает о семье. В Средневековье этот идеал воплотил Григорий VII в реформе священнического сословия. Если священник думает о семье, он уже не думает о Боге, он думает, как обогатить семью. И лишил бедных католических священников. Но тогда еще не католических, а лишил западное священство. Да, он уже католический. Это 1078 год, раскол уже произошел. Да, ему несколько десятилетий уже. Поэтому точно так же философы, не имея собственности, они заняты другими вещами. Самое близкое нам сословие, это сословие первое, фундаментальное, которого большинство. Платон о них очень хорошо пишет. Эти люди работают, воспитывают детей. У них свои жены, свои дети. И нет никакой дискриминации. Но если ты захотел быть стражем или политиком, ты должен идти на некие отречения. Назовем эту идею так. Если ты хочешь управлять государством, ты должен править собой в первую очередь, или быть охраной государства. А отречение предполагает некую аскезу. Чем выше статус в обществе, тем выше статус аскезы. Если политик развращен, идея Платона, если политик хочет обогащаться, тогда государство распадается. Это ложное государство. Отсюда ригоризм, который не нравился многим демократам. Зря меня пригласили. Чувство прямо возмущает Платон в изложении нашего гостя. Ты тогда оборот в это же избилищно. Как-то же. В начале Попперон. Да, уже Платон. Я вспомнил, когда говорили о Платоне, неожиданно вдруг не какой-то третью книгу государства, где, конечно же, ел эту пещеру. И что мы вообще с нашим познанием себя представляем до сих пор. Все какими-то отражениями, неверными тенями. А мы сейчас об этом проживаем. Наслаждаясь, принимая это за истинные, может быть, последних инстанциях. Речь о другом. О том, что Платон же был просто другом Сократа. И он даже пытался внести за него залог, чтобы Сократа не казнили. И это и есть в диалогах, где это же, на Апологе или в другом. Есть мнение, что я прошу прощения, вы же не говорили. Да, и просто роль Сократа в философии. И, скажем, человек, который отдал свою жизнь за идею, можно сказать, в платонском смысле, да? А точнее, он отдал свою жизнь, как-то там, совсем уж по-христиански, за людей. И как пишет один очень известный философ, он сейчас до сих пор живет, ну, к моему ужасу, конечно, в Москве, Лобастов, в одной из своих книг, есть два пути вхождения в культуру. Потому что есть две величины, одна связана с Платоном, а другая связана с нашим сегодняшним, может быть, даже разговором. Кстати, о платонизме, да? Это путь Христа и путь Сократа. То есть, путь веры и путь познания. Причем, познание противоречивого, диалетического, вот такого драматического и порой трагичного даже. Это две фигуры в истории мировой культуры и философии, в том числе. Сделавшие его. Христос, да, мне нравится другой афоризма. Христос победил потому, что проиграл Спартак. Это уже третий герой, мой герой. И в этом смысле, когда мы говорим о Платоне, вы сегодня предлагаете эту тему, да, как-то обойти вот этот путь, даже не философию, а в жизнь, чтобы был стиль жизни у любых молодых людей, которые слушают вас, Андрей, и даже нас сегодня кто-то может слушать, из молодых людей, обойти Сократа, говоря о Платоне, трудно. Ну и вот эти два пути, как на ваш взгляд, насколько это сегодня актуально для ваших студентов и молодежи? Путь веры и путь, конечно же, сократических бесед. Андрей, ну вы сказали, что моя речь о Платоне вызывает у вас чувство протеста, на самом деле. Ну, мы говорим, государство, это самая вам нескучная тема, но тем не менее, как будто внеисторически. Мы говорим об этом неисторически. Государство как будто было так, тогда и сейчас. Беседа, она же, это живой организм, он же растет. У нас возникла философская политология философии сразу. Ну и как-то мы туда пошли. И аппедицит сразу. И аппедицит, да. Ну, как бы отрежем, да. Мы можем сказать, давайте вот за государством, может быть, закончим. Можем сказать, что это была, во-первых, это была модель для обсуждения внутри школы. Во-вторых, это была значительной степени провокация для того, чтобы сонные, античные вот это вот Афины, которые проиграли пилопонеску войну. В начале в рамках. Потому что государство и начинается с вопроса о том, что такое справедливость. И Платон допускает разные мнения. И там есть такой Фросимах, он говорит, что справедливость — это власть сильного. Вот Поппер этого не заметил. Справедливость — власть сильного. Платон не хочет сказать, что тоталитарная система, управляющая силой. Нет, он говорит об управлении идеями. И тот политик, который может понять суть и принципы справедливости и показать их гражданам, это по Платону является как раз идеалом, к которому следует стремиться. Но воплощать этот идеал можно по-разному. Ведь у Платона есть еще диалог политик и диалог законы, где уже нет ни общества жен, никаких таких раздражающих вещей. Это предпочтение заметить. Иначе мы с этим никак не можем разобраться. Простой вопрос же с общественной общностью жен. Дело в том, что исторически Платон жил в такой период, когда он переписал, когда положение женщины было настолько в отношении к мужчинам неравноценным, неравноправным, что в общем-то роль женщины, помните, это только на женской половине после замужества. Гитеры, понятно, были исключения, даже они принимали часть в управлении государством. Был такой случай, сейчас напомню. И, наконец, на Олимпийские игры тоже не поедешь. И вот именно поэтому из-за неравноправия женщин естественно и отношения складывались у мужчин с равными и возникали какие-то отношения даже эротические, которые мы сегодня обсуждаем в других местах, как проблемы гомосоциализма и так далее. Из этого же исходят отношения и к общности жен. Он не воспринимал их как вообще равных ему людей, которые способны на, как бы мы сказали, не монологичную, моногамную, на индивидуальную половую любовь. То есть для этого недостаточно было исторически накоплено какого-то опыта и материала. Поэтому возникает проблема общественности, а это не проблема. Это был явный вызов, потому что там же не только общество жил, там общество имущества, общество детей и так далее. То есть они поражались в гражданских правах. Вот в чем идея была. И выходили. Об общественности. То есть много жены, все они. Если мы говорим о женщинах в Афинах и в античности, нужно... О положении женщин нужно два слова сказать. Нужно помнить, что у Сократа две женщины были учителями. Это Аспазия, вторая жена Перикла, она же Гетера, и Диатима, жрица Диатима. То есть это жена, которая живет на женской половине, а вполне... Да, да. Она еще учила Сократа риторики и Диатима, и Аспазия. И в Академии Платона, как говорят нам, аналог, исследование, было две женщины. Более того, когда он в седьмой книге «Государство» излагает программу воспитания философа, он говорит и о мужчинах, и о женщинах. Это очень необычная мысль, потому что женщины в Европе, уже демократической, современной, стали получать докторские степени только, философские, например, в 20-х годах 20-го века. А Платон допускал женщин-философов уже в 4-м веке до нашей эры. Это же так исключение он допускал? Нет, нет. Женщин-гетер, которые его даже учил Гетера, ни в коем случае. Общая была женщина была такого, что даже об этом лучше, чем у какого-нибудь Алгуста Бибеля и не прочитаешь. Мы не будем отвлекаться от Платона. В данном случае я говорю об его доктрине, которая допускала женщин-правительниц. Это революционный идти. Нормально. Потому что философы отбирались по талантам. Не по половым признакам, а вот как это было. Должны смотреть правители за детьми, талантливых они должны отбирать постепенно и воспитывать их на протяжении нескольких десятилетий. И если какие-то девочки оказались талантливыми для управления, Платон считал, что они должны получать образование и становиться правительницами государства. То есть на уровне идей, понимаете. Страшные вещи вы говорите, Андрей. Да? Неожиданно. Есть дети талантливые, есть и бесталантные. Бесталантные какие-то. Это не я, это Платон. Я могу... Так вот же Поппер, вы говорите о неважности. Прикрылись за Платона. Поппер уже сказал, что это же фашизм чистый. Я могу сказать, как в одном тексте, ибо написано. Да, написано, что... Хорошо, а Сократ-Христос возвращаемся? Да, два пути вхождения в культуру, потому что там Лобастова вспомнил я. Да, Сократ-Христос, видите ли, я говорил об этом в нескольких местах, и смерть Сократа и Христа очень различны. Но сходно в том, что и западная философия, и христианство начинается с опыта смерти. Для Платона смерть Сократа была решающей, а для учеников, апостолов смерть и воскресения Христа была первой нетекстуальным событием, вокруг которого выросла доктрина. Речь идет о двух первособытиях важных, которые сформировали потом всю историю философии и философии христианства. Но христианская церковь уже с 3-4 века берет платонизм как способ проповеди и развития доктрины христианской. Здесь Платон и Сократ и Христос встречаются. Начиная от отцов церкви, философия становится базовым этапом воспитания клириков и вообще христиан. Такой провиденциальный способ, когда Афина и Иерусалим, Сократ и Христос встречаются в христианском учении. Там еще как минимум Аристотель тоже встретился. Аристотель гораздо позднее. Аристотель уже с конца 12-13 века. И это рабов после Креста. Да, при посредстве арабов. Сначала обходились без Аристотеля, да? Аристотель был, но в очень малом мире. Потому что Аристотеля знали только маленький трактат категории и о истолковании герминоптика. Это, собственно, маленькая брошюрка. Знал боец, знал Августин, но больше Аристотеля не знали. Боец и последний римлянин. Когда Алексей начал с влияния Платона, то влияние Платона не только и не столько политическое, а влияние на уровне всего, что создала европейская культура за 2000 лет. То есть фундамент, краеугольный камень всего образования, всех институтов, университетов, христианского учения, христианской догматики, христианской науки, все это Платон. Андрей Легович, а почему схватилось христианство за философию? Ведь другие крупные религии, ислам, иудаизм не миновали, но сначала развивались вполне себе без философии и благополучно. И Тору кодифицировали, это греки на самом деле, философы, александрийские. И получается, что откуда возникла потребность абсорбции философии, извеснения религиозных догматов на это? Чертулиан же выступал резко против этого, сколько критики было, не последние люди были, которые отгоняли философию от христианства, говорили ни в коем случае. Как это произошло и почему взяли флотанизм за основу? Ну, это именно формула Тортулиана, что Афинам, Иерусалиму Афины, то есть это несовместимые два пути. И если кратко, одним словом, это никто не может объяснить, почему так произошло. Никто не знает, что вначале было несколько лагерей. Одни были антифилософские, начиная с апостола Павла, чтобы никто вас не плестил философствованием, философией. Но постепенно, где-то уже к IV веку, стало понятно, что если христианство претендует на универсальность, если оно обращается ко всему человечеству, а иудаизм обращался только к избранному народу, то нужен в дополнение к языку Евангелия еще некий язык, который бы переводил евангельские истины на языки других народов. Если говорить более так мудренно, универсализировал христианскую проповедь. И язык Платона для этого подошел. Удивительная вещь. То, чем занималась небольшая группа интеллектуалов в Академии, стало зерном, если говорить евангельскими притчей, стало зерном, из которого выросло древо европейской образованности и культуры. Гидар Джемаль, оценивая эллинизм, он оценивает его крайне негативно. Он что говорит? Он отдает должное Платону и говорит о том, что стало возможно с Платоном, с Пластоном, с Аристотелью, с походами македонского. Во-первых, Койна распространился на речи, на которые можно было объясняться, примитивно греческий язык. Во-вторых, он говорит, что было прошито, ведь в исламе совершенно выдающаяся фигура Александр Македонский, Искандер Зулькарнайн, двуругий. Считается, что он открыл возможности для ислама, создал. Опять же, платоновскими аристотельскими способами. Какими? Он объединил, заставил говорить людей на одних языках. До Платона человечество было разделено и не мог, если бы встретился австралийский абориген или южноамериканский индеец, индийский йог и афинский философ или иранский и египетский жрец, они не могли говорить в одних категориях. Очень разные символические системы использовали. Походы македонского и распространение платонизма позволили создать один язык, в котором и мифы дикарей и философствование йогов можно было изъяснять платоновским языком в терминах идей, мирового разума, мировой души и всего остального устройства. То есть он сделал что? Он создал для человечества в нас сфере первый универсальный язык, на котором можно изъясняться на абстрактную тему. В этом его неприходящее влияние. Насколько мы можем сказать? Язык мышления. Язык мышления. Язык мышления, который, что христианство не обладало мышлением для всех. И многие притчи, многие детали, они непонятны, для современного человека. А язык Платона понятнее, чем язык Евангелия. Если у нас будут слушать священники, пусть они меня простят. Язык Платон понятнее, чем многие вещи написаны в Евангелии. Имело бы смысл переписать Библию на современный лад платоновским языком, философским языком? Интерпретация причин? Об этом это постоянная идея на протяжении всех-всех двух тысяч лет. Самое последнее это XX век. Например, Хайдегер был одержим идеей новой Евангелия и находил его у Достоевского. Да, вот в этих книгах в Мышкине, в Старце Зосиме. И многие немцы находили это в Старце Зосиме. То есть молодой Ратцингер тогда еще, папа объединил в XVI. Ну и многие, я не буду честно, гадомы... А у Хайдегера есть прямо указание, что читаете Достоевского? Это где-то у него есть о Достоевском что-то? Нет. У него есть восхищение перед братьями Карамазовыми образом Зосимы. И он на определенном этапе есть его высказывание и свидетельство его учеников, например, Гадомыра, что он видит в том образе христианства, православии Достоевского будущее возможности пропора поведенного Евангелия. Это была иллюзия сразу. Я с ним не могу согласиться. И это было такое очередное очарование Хайдеггера. А чем он еще очаровывался? Разными вещами. Он получил католическое образование, потом его покорил Киркегор и Лютер, влияние очевидное Толстого в каких-то местах. Я прошу прощения, по Хайдеггеру будет отдельная передача. Там оторвем. Платон, Платон. Можно я два слова дам о Платоне? Потому что, конечно, когда вы говорите о Платоне и в универсальном языке, и в универсалиях, и в категориях, то мы как-то вдруг не говорим о философии. О том, что вообще-то именно в Древней Греции вот этим маленьким народом было совершенно вот такое неожиданное превращение, я бы сказал так пока осторожно, мифологии в философию. Это произошло. Как это уже там подробности? И Платон лишь был один из тех, к этому отношению. В то, что вульгарный взгляд на философию это современная мифология, многие считают. То есть куча интеллектуалов, которые занимаются непонятно абстрактными вещами. Это что же надо обсудить? Это мы. Сейчас. Интересно, что в свое время абстрактные вещи создали всю Европу. Мы об этом говорили. То есть это не что-то ненужное, а то, что создает. Извался с идеалистами наверное, что это было. Универсале Антерем. Да, да. Продолжите. Получается, что в свое время такую же претензию предъявили первые философы к поэтам. Они сказали, вы занимаетесь сказками для взрослых, давайте рационально посмотрим на вещи. То есть примерно такие же. Но сейчас мы можем... Давайте посмотрим на философию Платона с точки зрения физики 21 века. А нет ли там параллелей никаким? Вы же говорили, да, Андрей, что философия прошла, вернее, физика прошла от Демокрита до Платона, получается. Я цитировал Вернера Гейзенберга. Это лауреат Нобелевской премии, одна из величин современной физики, в квантовой теории 20-30-е годы. У него есть доклад, посвященный идеям Планка. И он говорит о том, что физика 19 века больше следовала Демокриту. Если очень просто объяснить, это то, что на фундаментальном уровне мир состоит из элементарных материальных частиц. И когда я воспринимаю желтую чашку, это значит, невидимым образом частицы, то, что называл Демокрит атомами, влияют на мой глаз, на мой зрачок. И я могу воспринимать это как желтое. Но подлинный мир по Демокриту это не желтое и не эта чашка материальная, а совокупность атомов. А желтое блакитное. А Платон в чем его вообще революционность в отличие от древних философов перед ним говорил о том, что на фундаментальном уровне не материальные частицы, а то, что можно назвать математическими формами. Это изречение Гейзенберга. То есть, когда мы говорим давайте проанализируем эту чашку. Мы видим эту вещь, она определенный вес имеет, определенный размер. на фундаментальном уровне это чашка, это волны, определенные абстрактные объекты, которые могут быть измерены и могут быть описаны с помощью уравнений. Вся наша аудитория на уровне фундаментальном это абстрактные математические формы. В этом и суть платонизма. Когда мы говорим о подлинной реальности, мы говорим о реальности, которую можно описать языком математики, языком формул и абстрактных понятий. Когда мы говорим о новом уровне реальности, уже материальном бытии, это называет платон тенями фундаментального уровня. Не значит, что чашка это тень. Нет, она не очень нравится, она очень красивая, я пью из нее воду. Но речь идет о том, что мы называем реальным. Вот вы сказали, что вы очутились в обществе идеалистов. Вот это это шлейф предрассудков, согласно которым произошло подмена, вот у Ниши есть такой термин, изменение ценности. Вот платонизм подменили сладкими, розовыми разговорами о идеализме, идеальном. когда мы говорим идеальный, по платону это подлинная действительность, которую мы можем познать, измерить, описать языком математики, четких определений, и на этом мы строим все, от науки до политики. Идеи, идеи, идеи более реальные, чем реальность, которые мы привлекли о том, что вы совершенно правы, есть традиция и очень четкий, как бы тебе уже закрыто было Ильянковым, облине идеального, как вот той самой области, которая существует объективно, независимо от нас и так далее, но это не значит, что вопрос предпочтений, конечно, что первично. Я хотел сказать о другом, очень интересно, Андрей, когда рассказывает о чаши, я вспомнил, как бы не эссе Хайдегера, «Вещи», он же тоже там рассуждает о чаши, то есть все-таки философы, они вот академически все склонны рассуждать о чашках, о стаканах, это великое умение сделать пример из того, что лежит в столе. Ну мы всегда, дело в том, что мы обращаемся к живым людям, это как раз попытка сложные вещи объяснить просто. И это сложная сумма примеров никак не проясняется, не подтверждается. Ну как можно умозрительные вещи объяснять простыми чашками, предметами, там, что вот метафора. Я вам отвечу, потому что если мы будем говорить языком самого Платона или языком философских текстов, нас никто, ну нас поймут один процент людей. и если, например, мы будем апеллировать к простым примерам, люди, по крайней мере, могут задуматься. И тогда они поймут, что ясно, что наш разговор это не постижение философии. Наш разговор это на метко пути. В академии жили по 20-30 лет, Аристотель там жил 20 лет. Мы не можем прожить жизнь за только за 2-3 минуты. Но в нашей жизни всегда могут быть узловые пункты переключения нашего развития. Вот чтобы жить философски надо прожить жизнь. Но чтобы попасть на этот путь, иногда достаточно 2-3 минут разговоров о чашке. Потому что они переключают сознание. Андрей Викторович, вопрос с вашего разрешения. Андрей, смотрите. Не бивай, но не вращать меня на меня. Теологический аспект учения Плутона. Мы же знаем, что это контрмифологический проект. Плутон, как одна из идей, он был пытался создать истинную теологию, истинное учение. Он дошел до тохен, до единого. Я когда говорил с аудеями, такими нелишенными философствами, грубо говоря, религиозными, и так далее, они говорили, что они признают, скрипя зубами, многие, что греки вышли на концепцию единого Бога, по сути, монотеистическую, единого начала. Но откровение, якобы, имеет гораздо большую ценность, нежели интеллектуальное постижение того, что мир создан из единого центра и управляется единым центром. А точно ли откровение важнее интеллектуального откровения, откровения извне? То есть, что ценнее, говорение из куста голосом Бога для нас, или когда мы собственным умом доходим до концепции единого, до монотеизма снизу, скажем так? Есть ли в этом зазор какой-то, о котором стоило бы говорить всерьез? Я думаю, что мы не должны избирать какую-то сторону этой альтернативы. В этом давнем смысле. Да, вот как раз все сложилось так, что мы должны с одной стороны культивировать разум, а с другой стороны быть внимательны к голосу откровения. Это Фома. Это и Фома, и многие иудеи, потому что многие теологи иудейские, современные, говорят о том, что для иудейской образованности диспуты и рациональные обсуждения очень важно. Да, это однозначно. А если мы ограничимся только Евангелиями, спорами Христа с фарисеями, до нас доходят отзвуки очень серьезных аргументов. Мы как-то привыкли принимать Евангелие, какие-то притчи, какие-то события, но там споры, и споры философские. Просто язык был другой, и Платон этот язык дополнил, но Христос постоянно дискутирует с фарисеями. Они говорят, докажи, покажи, кто свидетель, почему ты так считаешь. Да, вот у нас такой Бог, а ты делаешь себя Богом. То есть, они его вовлекают в постоянное обсуждение. И Павел, это образованный фарисей. Причем, Павел очень хорошо знал античную культуру. И в его учении о внутреннем человеке, то есть, внутренний, подлинный, а внешний, как бы, должен ветшать, современные исследователи находят прямое влияние Платона. Потому что учение о внутреннем человеке сформулировано в девятой книге государства. И здесь парадокс. Мы говорим, Афины или Иерусалим. На самом деле, Павел подхватывает мотив Платона. Видимо, отчаялся и решил, что он мог не читать Платона, но эти идеи он мог услышать в устных разговорах. Говорят, он закончил риторическую школу по одному изменению, греческую. А с другой стороны, был кандидатом в члены Синедриона, в ЦК. И это же блестящее образование получается греческое, блестящее иудейское. А блестящее образование это значит умение обосновывать, умение вести дискуссию. Ну и где-то он слышал, наверное, про внутреннего человека. Я подозреваю, что это отголосок афинской неудачи, когда он подходил, уже решил на греческом языке попытаться объяснить. Вы сейчас буквально заострили только эту тему насчет двух путей хождения в культуру, которые даже не пересекаются. Хотя можно, конечно, их скрестить. Мне кажется, что они отрежут на ладь. Христос и Сократ, если даже об иудеях и книжной премудрости, о том иудистах, ну как вот великие иудеи Спиноза, которые подвергли херема, разве он не пошел по пути Сократа? Он не разобрался в этом, используя только свой опыт познания и знания хороших и источников? Так он же не единственный. Там полно. Маймонид и так далее. Идан Незерда, то есть его учителя, но по большому счету со Спинозой связывают философствование те, кто не любит Попера и не обращают внимания на Расселов, и даже на математиков, на Гизенбергеров. Конечно, писали книжки, перевели у нас парочку даже. Но все это не философы и люди, которые, кстати, историю философии и не знают. Поэтому, когда математика изобретает, что такое полезное для философии, то это вызывает большое сомнение у философов и нельзя этим людям доверять. Но два слова о философии и о том, что вообще философские диатрибы, вот хорошая такая словечка, его используют часто там, наверное, люди образованные, но я его вычитал из замечательной книжки такого Потемкина, которая в Ростовском университете рекомендовал долгое время, называлась. Философская диатрибы на берегах Кизитеринки. Это речка такая, просто не дано. Там была мощная школа диалектиков, такая, Ильенковцы. И вот он описывает вот наш, может быть, сегодняшний, наш, никто не обидится, тип философствования, так называемого, как диатрибическую философию, то есть, как бесконечное такое школярство, как вот это известное образ же диатрибы, это дорога, там, школу, не знаю, избитая ослами в пыль, то есть, повторение, это схоластическое школьное образование. И совершенно другой подход, он не столько философский, но марсистский, это когда философия вращается в метод. После Гегеля, немецкая классика, и вот после Макса уже, конечно, там не только Хайдеггер, но какой-нибудь и Хёсли, и даже там Поппера, то есть, в принципе, перечитывает кое-кто, и преподает философам. Но я уважаю Поппера. Да. Но я хочу сказать, что если среднему человеку, вот гражданину, такому, как я, который не дотянул до этого, признаюсь, но как-то освоить, читая, конечно, классическое, наследие философское, метод философствования и жизни, то вот это и будет стиль жизни как философия. А давайте спросим, в чём метод Платона? Давай вот прямо назовём его. Как вот человеку, который нас слушает, сделать этот универсальный поворот после сегодняшней беседы, вступить на путь философствования, что ему надо делать, собственно говоря, по Платону? Что он должен делать? Вначале уметь задавать вопросы. То есть, первое, это умеет задавать вопросы. Мысль рождается, когда у человека потребности задавать вопросы, там, где другие вопросы не задают. И это значит уже противоречие, то, что если че-то это вопрос, он уже не просто сомневается в чём-то, в жизни какая-то сомнение, он пытается формулировать противоречие, потому что половина ответа уже задерживается в вопросе. Это ещё и внутренний конфликт, это драма, ещё и внешне, конечно. Драма начинает раздражаться. Всё начиналось с вопросов. Философия до сократиков начиналась с необычных вопросов. Второй путь, это когда мы эти вопросы начинаем обсуждать. Это я называл Платон «диалогистай», «диалогус». То есть, правильно задавать вопрос, и умение порождать вопросы в другом, и умение с ним вести разговор. То есть, после вопроса мы его обсуждаем. Из этого и рождается всё. И вы процитировали интересную книгу. Вот у нас очень много предвзятых мнений относительно и философии, и науки. Это свойственно традиции нашей общей, которая там 300, 400, 500 лет. недоверие к рациональной культуре, недоверие к тщательной работе, интеллектуальной и так далее и тому подобное. Мы её пожинаем, понимаете. Вот, если мы считаем реалистом человека, который делает, возьмём нашу реальность, делает что-то, связанное с политическими дебатами, с попыткой повлиять на жизнь, то я хочу вас уверить, что большинство из тех, кто сейчас будет идти на выборы, через 10 лет не будут помнить их имён. Это кажется реальностью, реальностью твёрдой, только в момент её манифестации, когда она себя заявляет. Актуальность. Актуальность. Но через 10 лет мы не вспомним, сейчас молодёжь не вспомнит имён политиков периода Ющенко. Я общаюсь с молодыми людьми, для них это дремучее, это всё провал, это чёрное пятно. А Платона помню 2,5 тысячи лет. И эти идеи влияют на тысячи поколений молодых людей и немолодых людей. Поэтому на весах реальности и идеальности я был бы здесь более осторожен и понимал бы, что то, что мы сегодня считаем самым реальным, важным, влиятельным, на самом деле может быть просто дымом, который рассеется о нём, никто не вспомнит. Это нужно нам помнить обязательно. Ну и 3, наверное, у Платона мы уже об этом с ним говорили, Алексей подчёркивал, это, конечно, идея мира Эйдосов как реальность, объективной реальности, мира идеального. Мировал Гейзенберга, так вот, этот мир, это и есть мир идей, подлинный мир, то есть мир, доступный нам в познании, в описании, в формулировках математических, философских и так далее. Но там ещё посложнее, думаю, всё-таки после Гегеля можно не Эйдосенберга, а Ильенкова, чтобы разобраться с идеальным и закрыть уже этот вопрос, хотя это очень важно и это исходит из флотанизма. Смотрите, по-моему, кто ли Йов, это ли кто-то из великих советских физиков, когда в Нобелевской речи его спрашивают журналисты, брали интервью после этого, 1968 или какой-то там год, и спросили, в чём сложность современной науки. Он сказал, сложность современной, ну, физики, уже наука делится на физику и собирание марок, да, как говорят физики. Он сказал, что сложность в том, что мы вынуждены заниматься вещами, которые мы не в состоянии представить. Этот рубеж мы прошли там в 20-е годы. Ну, это Грисберг, Митцбор, так говоря. Мы, что современное понятие атома невозможно вообразить, а его можно математически описать. Но это значит, что, а, ну, так вы усложняете, вы давайте нам пример. И вот я перевожу пример чашки или пример чего-то другого, и это только модель, определенная попытка по аналогии о чем-то говорить. Но если мы будем говорить на уровне без скидок, тогда мы суживаем аудиторию понимающих. А на первых этапах для философии это очень вредно, потому что и так ее уже, она стала страницей у нас, да, ее и так все преследуют. Потом говорят, а, философы — это люди, которые говорят о непонятных вещах в своем кругу. Непонятном языке. Когда философ... Как вы пережили, Андрей, когда пытались запретить философию в наших вузах? Помните, когда чуть ли не вице-премьер по гуманитарным вопросам, если бы он сам не был философом, он, кажется, где-то учился, как и я тоже. И вдруг прошел слух, что философия будет вообще по желанию студентов преподаваться, и все философы лишатся работы. Вся эта все как было нелегко. Но уже преодолен этот трудный период, Сложный вопрос. Если человек живет философской жизнью, ему это, конечно, прискорбно, но от него ничего не уйдет. Есть вещи, которые у человека нельзя отнять. Если человек живет философской жизнью, философии отнять невозможно. Платон и не отдадим. Но плохо то, что эти люди не могут тогда просто выходить на аудиторию. То есть это анахареты, философ кто это будет? Это будет монастырь. Вот мы будем с Алексеем встречаться. Возможно, на вашей студии. Такое будет монастырь. Монастырская конспиративная келья. И будем говорить о том, о чем мы в философии. Впервые будет от нас слышать слово философия, что она умрет. Так дайте мне про физику говорить, коллеги. Так вот, в чем все. Смотрите, если мы занимаемся вещами, которые мы не можем представить, нам нужен язык и метод. Правильно? И невольно мы прыгаем в математику и начинается теоретическая физика современная. Это 200 тысяч компьютеров объединенных по всему земному шару, решающие сложные теоретические модели. Теперь возникает вопрос. В свое время наука крупно бунтовала. И сейчас многие физики крупно бунтуют против математики. Говорят, засилие математики съело все. Невозможно. Говорят, ее пытаются привести даже в так называемую биологию, в социологию. Есть целое течение физиков, которые стирают перья, доказывая вред засилие математики, физики. А какая альтернатива есть для физики, например, и для всех остальных наук, если мы откажемся от математики, а при этом вынуждены заниматься вещами предельной абстракции, на каком языке их объяснять? Платон дает нам такие? Я вступаю на такую зыбкую почву, потому что все-таки современная физика это понятие очень для нас сложное. Но я понимаю, о чем вы говорите. Действительно, я слышал и в полемике, и дискуссии, читал на эту тему. Те, кто против математики, они понимают, что без математики физика невозможна. Давайте места хотя бы. Но они против такого чрезвычайного места, исключительного места математики, когда язык описания мира превращается полностью в язык математики. Они говорят, а где же язык, скажем, твердой материи, где язык твердых тел, все формулы, да? И тогда мы покидаем сферу, как говорил Канн, сферу почвы, опыта, да, и переходим в сферу умозрений. А Платон мог бы нам антиплатониками, этих физик. Платон мог бы нам дорадить их в тему, как говорится? Что бы он сказал им? Разговаривая с двумя современными физиками, один из которых отстаивает математичность, а второй отстаивает. Давайте искать альтернативу математике, говоря об высоких абстракциях. Платон предлагал впервые в истории цикл наук, где и математика, и физика дружили. И геометр до него идёт. Да, и это было, философское образование предполагало постепенное восхождение к философии. И там была арифметика, геометрия, стереометрия, астрономия, или по-нашему физика, ну и теория музыки, это также была часть астрономии. Поэтому он сказал бы, что вы разрушаете систему наук, а для того, чтобы получать образование, нужно проходить эту систему. Сегодня это трудно воплотить, потому что науки стали настолько специализированы, что нужны люди, вот мы с вами занимаемся популяризаторством, нужны люди, которые могут доступны и просто объяснить сложные вещи в науках. Без этого никуда. Важный подход, мне кажется, вот очень здорово сказал Андрей о том, что мы, ну может быть не последние 500-600 лет, но 20 чем-то лет точно жизни в Украине, свободно-независимой, как будто бы стали меньше доверять рациональному мышлению вообще, то есть больше веры, больше церквей, ну ничего личного, я толерантен, понятно, и даже экуменистичен тут в этом смысле, и все меньше науки в начальной школе, то есть чем систематичнее будет допускаться и активнее даже научные знания в школу, с этого можно и начинать так сказать образование по Платону, и тем легче подойти к каким-то универсальным способам познания мира и не ограничиться ни математикой, ни физикой, все-таки выйти на уровень какого-то, даже не философского мышления или обобщения, на уровне этого метода, скажем, для меня он диалектический метод. Есть хитрость. Люди, которые, я так знаю, делают бабки, то, что называется, там занимаются политикой, они же крайне рациональны, крайне рациональны, логичны, последователи и так далее, но это какая-то вот такая специфическая рациональность, назовем ее пока словом специфическое и так далее. Они рациональны, я имею с ними дело, они очень хорошо просчитывают, читают мысли, последователи, логичные. Это скорее ценности. Проблема в том, что у нас скорее проблема не в отсутствии рациональности, а проблема в увлечении абстрактными вещами. Вот это скорее деление не рациональное, не рациональное, а утилитарное, не утилитарное. Украинская нация, мы как народ очень сильно завязаны на символизмы и это удивительно, удивительно. Ну не завязано, может быть там, если вы завязаны. В целом по больнице, смотрите, давайте я придумаю любимый пример. Во время Майдана были бои на Грушевского, стояло 400 рядов милиционеров, которые и восставшие решали задачу прорваться в правительственный квартал. 200 метров правее, по институтской можно было свободно подняться и обнаруживаешь, возле администрации президента одет никого, бери не хочу. Можно было зайти со стороны арсенала, никто не охранялся, но вот полтора месяца боев, заранее непробиваемых боев. 400 рядов милиционеров нельзя было пробить даже направленным ядерным взрывом. И они с нами, соответственно, ничего не могли сделать. Но вот мы бились, рвали тельники, изображают и так далее. Это борьба за символы. В обществе не дискутируются проблемы налоговой реформы широко. За то, что широко дискутируется, переворачивать флаг или нет. Это фрагмент, очень сильная такая тенденция в коллективном, бессознательном говорить о символизмах. И поразительнейшим образом люди, которые коллективно, философия морали не дискутируется. Моральные вопросы в принципе не дискутируются. Платон что пишет в государстве? Чтобы изменить государство, надо изменить музыку, которая в нем играется. Постановка вопросов. Ритмы. Ритмы нужны. Вот эти вещи никто не пытается обговаривать, никто за редчайшими исключениями, 5-6 человек, никто не пытается в этом говорить. Вот в этом, как это странная извращенность рациональности. Общество достаточно рациональное, невозможно отрицать рациональность. Рациональность направлена исключительно на утилитарность. А на неутилитарность не направлена. Вот где причина этой родовой болезни, как вы думаете? Это очень... Частная собственность, отчуждение и все, что это у нас способствует. Интересный вопрос. Я боюсь, что у нас просто мало времени, чтобы обсуждать, но здесь очень много составляющих. Вот одну сразу это то. Дело в том, что то, как мы себя понимаем, связано с тем, как мы представляем свою историю, свою биографию. И так сложилось, что Украина возникла из позднеромантического мифа, национального. очень поздно. А по... То есть уже вся Европа переболела, англичане начали немцы и французы, потом это дошло до поля, и да потом уже докатилось до нас уже как встретить. Пусть это хороших полтора века, да? Очень, да. И когда мы эту свою историю описываем, мы вдруг начинаем придумывать некую пра-пра чего-то древнее, где еще не было модерна, где не было науки, где не было университетов, где ничего, ничего не было. Не дай бог, польское влияние, не дай бог, русское имперское влияние. Вот там, где не было уже никакого, где письма, в Византии еще не было. В неком древнем до-византийско-до-христианском мифе, которого, конечно же, не существовало. И вот это желание себя отождествить некоторых, и не говорю всех, сейчас очень много образованных людей и так далее, и тому подобное, оно играя с нами злую шутку. Мы хотим построить на придуманном мифе, придуманном мифе, и минуя все стадии модернизации, понимаете. А еще другой момент связан с тем, как мы понимаем свое государство, как мы понимаем свое место в мире. Пока мы это понимаем так, что это такой вот перевалочный торговый пункт, в котором не нужны интеллектуалы, не нужны ученые, не нужна образованная молодежь, она здесь избыточна. Когда организм элементарный, простите, перераспределение и отчисление от каких-то потоков, то элиты не нужны. И тогда эта рациональность можно просто назвать глупостью. Потому что глупость также рациональна. Глупость думает и аргументирует. Да, очень рациональна. Очень рациональна. Любая глупость имеет логическую структуру. Уже была воздана похвала глупости одним философом. Была, разум роттердамский, безусловно, конечно. И вот эта глупая логика, логика глупости, она приводит к тому, что я прекрасно знаю, недавно столкнулся с деятельностью Малой Академии Наук. Я поразился, насколько много образованных, талантливых детей в школах, блестящих, выигрывающих Олимпиады мировые. Да, Украина в этом смысле очень хорошо. Украина – это главный капитал, образованные, развитые дети, молодые люди. Мы им не оставляем пространство. Не к чему применять этих детей. Почему? Потому что стратегия государства, перевалочный торговый пункт, базар. А если базар на базаре не нужны образованные люди? Вот пока мы это не перестроим, тогда все разговоры о философии, о науке будут казаться чем-то отвлеченным. Потому что они не будут касаться того, что еще завтра Украина сделает, какой еще шаг следующий мы сделаем в развитии мировой истории. Ну, тогда должна возникнуть проблема утилизации тех людей, которые регулярно здесь рождаются, умные и талантливые, куда-то их надо делать. Ну, они уезжают. Уезжают. Да. Хорошо. А глобальный проект украинский, свой собственный, он, мне кажется, является единственным средством канализации вот этих талантов. Мы должны делать большой глобальный проект, а он может быть обоснован как? Только в рамках общей мировой культуры. Опять надо говорить о высоких абстракциях, о которых никто не хочет говорить. Как ни крути, возвращаемся к Платону. Какая центральная идея, какая сумма идеи, как идеи соотносятся между собой. А был ли у Платона собственный глобальный проект? На Аристотеля кивают. Говорят, Аристотель, вот гад, он и породил македонского как свое орудие, которое осуществило глобальный проект, кульминация, которая вообще пришлась на Фому Аклинского спустя 1300 лет. Ты полторы тысячи лет проект продействовал, до сих пор мы в нем живем. Но сейчас можно сказать, что это был платоновский проект, потому что Аристотель был учеником Платона. И платоник, да. И где-то говорит Платон, собственно, о том, что философ не академическая вещь, академическая в том смысле академия, что мы в садах рассуждаем об этих вещах, а о том, что общество должно быть перестроено. Регументы должны быть перестроены философски. Очень много. В диалогах мы знаем, что это особый стиль, потому что это рассчитано на академические занятия. Но возьмем седьмое письмо государства. Извините, седьмое письмо, от него осталось 13 писем, кроме диалогов. И одно считается точно подлинным, седьмое, где он описывает свои, своим уникальный доступ к его внутреннему миру. Потому что он прячется в диалогах в своем внутреннем мире. Он описывает там свое вохождение в философию. Это был личный опыт общения с Сократом и то, что демократы, не разобравшись, обвинив ложно его учителя, убили его, тем самым обнаружив слабость и развращенность государства. Общественного строя, как таковы. И он там пишет в этом письме, что это было отправным пунктом его занятий философией. Его проект был такой, стать на философский путь, собрать круг образованных людей вокруг себя, чтобы повлиять на политику греческих городов, греческих государств. Философия в письме, это исповедь Платона, рассматривается как важный, самый важный фактор изменения ситуации. Метод изменения ситуации. Метод изменения ситуации. Можно сказать так, что создание элитарного клуба, влиятельного по типу пифагорейцев, которые также принимали участие в политике, чтобы изменить ситуацию. Раз там наверху, извините, глупцы, а их нельзя переубедить, а мы не хотим их убивать, мы должны менять по-другому. Мы должны создавать контр-группы, элитные клубы, в этих элитных клубах выращивать молодежь, чтобы постепенно она расползалась по Элладе и меняла жизнь, меняла практику. Философия была как этот проект. Бартия нового типа. Есть такая партия. Но в этом смысле он сверхуспешный человек, Платон. Можно ли вопрос? Андрей, интересно, как человек, преподающему студентам философию и уже в статусе в чине доктора наук философской. А вот не считаете ли вы, что платонизм, тема нашего разгора, который вы предложили, все-таки имел в истории некое такое временное, скажем, завершение, потому что это вообще традиционное. После которого говорить никто. Учение. Нет, нет. Как раз имеется в виду даже не Парижская коммуна, а, скажем, первые годы революции, русской революции и то правительство Ленина, которое было максимально философским за, может быть, всю историю не только философии, но и человеческого общества. Гигиилит. Младо Гигиилитовский. То, что Ленин был не просто знаком с философией, я написал, кстати, к физикам у него были определенные не просто вопросы, а объяснения, что такое кризис физики, но известная его работа материзм и эмпиро-крестицизм. Кроме этого, известно, даже не нравится этот сюжет, что... перекреститься, материзм и эмпиро-крестицизм, крестное знамение. Ну, я не знаю, что креститься, вроде бы, это совершенно научный подход. Трудно выговорить, но читать интересно, если взяться, и даже доступно, не так, может, как пример с чашкой, но доступно. Я вот к тому, что Ленин, ленинское правительство и опыт советского строительства, ведь Украина, откуда вышла? Из УССР Украина вышла, ну, как минимум, как государство. Может, даже состоялся она как национальное государство, как политическая нация в составе СССР. Государство основателю ООН, давайте так скажем. Украина. Не, но имеется в виду, что в составе СССР, да, да, я же говорю, при всех подробностях, которые мы будем разбирать, все-таки было у нас, у СССР, который имел даже голос в Совете Безопасности после войны и так далее. Но Украину здесь, мы, понятно, что не можем забыть, и мы не оставляем ее в покое, мы жмем в ней. А вот этот философский состав правительства и эти философы у власти, ведь самое главное, что нам не хватило, мне кажется, даже в СССР, это не только образование нашего философского понятно, что были объективные какие-то вещи, но так или иначе, Ленин, конечно, был больше философом, чем Сталин, это вот мне хочется так заметить, не на полях, а здесь в нашей беседе. И вопрос к вам, вот не было ли это реализация, может быть, идеи платоновского государства в каком-то вот таком виде, конкретно историчном? А я вам отвечу конкретно. Был такой Алексей Федорович Филосев, у него есть большой том, очерк генетичной мифологии. И когда он говорит о влиянии социального Платона, он и говорит о том, что большевизм, революция, это я с ним не согласен, но он видит это как воплощение идей, собственно, от Маркса до большевистской революции. Ведь какая идея Маркса? Вначале общество развивается стихийно, и никто не осмысливает процесс развития. И вдруг возникает учение, согласно которому механизмы внутренней развития процессов становятся известны. И можно заниматься социальной инженерией. И можно заниматься социальной инженерией, и строить новую систему. Общество с заданными свойствами. Раньше философы объясняли мир, а наша задача его изменить. Марксский. То есть можно сказать, что марксистский проект это неудачная попытка реализации идеи государства, которое так вот может не понравиться на первый взгляд. Отсюда и возмущение Поппера. потому что казалось, что это и есть подлинный платонизм. Вот марксизм, нацизм, это и есть платонизм. Нет. Это одна из... Мы с этого начинали. Это модель, которая может быть по-разному реализована. Но идея... Это как у Аристотеля. Нормальное строение государства, извращенные модели тех же государств. Советский Союз это извращенный платонизм. А Советский Союз не получилось потом. Потому что на самом деле то если говорить о стражах и о политиках, когда уничтожают 6 миллионов крестьян, это уже первый удар. Когда уничтожают инженеров, интеллигенцию, еще удар. Когда политики вырождаются в бездарности, если там Ленин, Сталин, еще куда не шло. Сталин любил академический театр, слушал музыку и это развивало театр. Кто сейчас ходит в театр из политики современной? Или в оперу. Сталин ходил в оперу. Ходил в оперу, с горьким любил разговаривать. Конечно. Это не все, что мы знаем. Сталин, почти философский. Он был покровитель Булгакова. Булгакова не съели только потому, что Сталин любил Голубардию. Я очень критически отношусь к Сталину, ни в коем случае его не обеляю. Но если сравнивать интеллектуальный уровень Сталина со всеми украинскими президентами, со всеми, подчеркиваю, боюсь, что они проиграют. А ведь языка он не знал. Давайте я скажу про Советский Союз. Советский Союз очень же разный. Что такое революция большевистская? Первые декреты Петроградского Совета народных депутатов, не всероссийского, а Петроградского, это декреты создания лаборатории реактивного движения для освоения космоса. Это же русский космизм был. А он вышел из теософии русской, Соловьевской и так далее. А вторая, по-моему, изучение радиоактивных материалов, тоже, связанная с космосом, развитием науки. Это такое Федоров было о воскрешении отцов. Федоров и вот Циолковский, это продолжение, попытка воплотить Федорова о расселении мертвых, воскрешенных. Мершенном плане. Так вот, было же три линии, можно выделить смело. Первая линия, это так называемая Троцкого, всемирная революция, преобразование. Вторая линия, условно, сталинская, сильный блок социалистических государств, но он был реалистом, понимал, что до конца капитализма победительного дастся и придется развивать много то и дилектический постепенно мировую революцию. И третий, это блок Вернадского, так называемый, который как раз исходил из теософии, из русского космизма, из ноосферного учения, которое, прости господи, имело какую-то философскую подоплеку большую. Вернадский имел определяющее влияние. Это же началось с комиссией по государственным ресурсам еще до революции. И это шашни с российским генеральным штабом, который огромную роль сыграл в революции большевистка. Сделали ставку на большевиков. Штаб Красной Армии это три четверти царских специалистов. И Вернадский всю дорогу сильно влиял. Горло, электрификация, страны. Это же все дореволюционные планы русских и немецких инженеров. Большевики это все нашли и просто за воду и хлеб принудили оставшихся недобитых инженеров и интеллигентов реализовать эти планы. Там еще и новых инженеров все-таки смогли воспитать. Есть прощальное письмо или учить. Последняя статья Вернадского перед смертью в 44-м году. Он, по-моему, умер. Но уже было понятно, что в 2-м году он побеждает. И он пишет, что он указывает на эти три линии. Ну так завуалировано. Но говорит о своей линии. Он говорит, что она, по-моему, угасла. Но она не угасла, она продолжилась в союзетской фантастике в идеях Ефремова, Стругацких и так далее. Где главная идея была какая? Начиная с теории великого воспитания. Великая теория воспитания, что детей надо отбирать у детей, родителей Стругацких, и разрывать порочную связь поколений. Чтобы не воспитывались снова пьяниц, тунеядцев и так далее. Надо выделять учителей. Это же отголосок платоновской идеи. Великая теория воспитания. И Ефремов с его социальной инженерией в часе БК, в Тайце, Финске, в Лизве и Бритве, что надо эстетические критерии ставить во главу воспитания. Красота и так далее. Это вот эта линия как подземная... Манно с Андромедой. Манно с Андромедой. Как подземная... Да, но он же там романтичное общество, по сути, нарисованное. Заметьте, у нас было свое оригинальное фэнтези. Да. То есть оно создавалось в очень большей... Ну, как минимум, Ефремов и Беляев это, конечно, две такие вершины, что... Было все-таки... Было... Мое детство, это еще Кир Булычев, который это было детство, все читали, да. Но это четкая идея чего? Социальной инженерии. Стругацкий оставил покой, да, уже не было. Ну, это все равно долиня советской фантастики. Там было очень четко проследоваться идея, особенно у Ефремова социальной инженерии, что общество должно быть переделано. Так это же Платоновские веры. Что общество само из неких элементарных механизмов самовыживания не может попасть в правильный вектор. Слишком долго ждать. И просто нас били с толку британские либералы, отцы либерализма, такие как Адам Смит. Они уже построили цивилизованное, упорядоченное общество на других совершенно ценностях, христианских и платонических, и потом придумали направляющую руку рынка. Невидимую. Невидимую. Конечно, невидимую. И вот эта невидимая рука, она прекрасно действовала уже в организованном пространстве. А там, где пространство разрушено, она, оказывается, не действует. Она не действует. И поэтому нужно направлять и нужны вот эти учителя. Вот отличия. А нам говорят, ну, давайте, все организуется само собой. Ничего не получилось. То есть, государственное строительство в украинском без Платона никак? Я понял, вот какое-то... Там где-то обещание, что это без Платона. Без Платона, в принципе, никак. Мы просто попытались сделать... Вот это точнее, да. У меня есть... Можно короткое байечко? Я когда-то заканчивал факультет и поехал в Польшу. Как бы не с первыми вот этими вот... Как же назвать-то нас теперь? Ну, челноками уж. Пусть будет так, да. Ну, на самом деле, просто у нас была поездка с водочкой. И мы, наконец, приехали, с Петровичем. И тут познакомились, конечно, с творчеством линии сразу. И тут тебе как-то и театр, и мои знакомые, и даже там где-то Аллена Леоненко, замуженным режиссером. И такой человек, он говорит, я тоже изучаю философию. Я говорю, как философию, дружуще, давай поговорим. Ну, я пятикурсник, кажется. Он говорит, да, я изучаю Платона. Платона? Да, говорю, мы что изучили? Четыре тома, вот, все прочитали, там пролистали. Диалоги государства, естественно, там, как-то законное, второзаконное, но кое-что осталось же. Он говорит, да. А я с моим учителем читаю на древнегреческом диалог Платона и, там, может быть, Тимей уже третий год. Я говорю, что так долго-то? Побыстрее. И вот он мне ответил на этот мой вопрос, куда торопиться. Я хотел спросить, я хотел спросить Маджиева, насколько... Исчерпаем ли Платон? Вот как он разрушил. Насколько необходимо чтение, может быть, в ригинальном, на греческом, и что это добавляет к... Давайте разберем эфдеймонию. Вы когда-то разбирали? Это же слово полностью меняет наше понимание, да, о том, что... А речь же и не о счастье идет. Когда говорят, что философская жизнь — это счастье, целью является счастье, это же очень неточный перевод речь идет об эфдеймонии, а это совсем по-другому переводится. Эфдеймония? Да, эфдеймония. Андрей Олегович расскажет. Понял. Вот как раз Сократа судили за то, что он говорил о своем даймоне. Даймон — это и есть дух, внутренний человек. Он интерпретировал надпись в Дельфах «Знай себя». Гноти Сеуту. И платонизм строится на том, что философский путь позволяет пробудить в себе это внутреннее начало, то есть дух. То есть даймон. А греческая приставка префикс «эу» означает как бы благо. То есть эфдеймония — это буквально то, что ты пробуждаешь внутреннего демона, внутренний дух. То есть это жить согласно своему внутреннему человеку. Собственно, почему я говорил об апостоле Павле, на этом вся построена Европа. И пример ваш прекрасный с вашим другом — чтение Платона, Фауста, божественной комедии, все эти вещи — это инструменты пробуждения. Потому что это приучает нас к другому пониманию мышления, чувствования. Понимаете? Мы живем на поверхности, скользим, тут стоят книги, мы их листаем быстро. Это то, что делает нас внешними людьми. Мы слушаем друг друга краем уха, мы не всматриваемся в глаза друг другом, и нам не интересует другой человек. Это перестраивает весь наш внутренний ритм, мы говорили о ритме. Медленное мышление и чтение меняет нас. Вот эфдемония, практика, если вас вам скажи, эфдемония означает быть верным своему внутреннему началу и пытаться его проявить вовне, попытаться проявить его во всех институциях, в наших практиках, внешних. Даже есть на философский. Я, кажется, понял, вот эти люди, стоящие по земопереходам с таким журнальщиком, пробудись, откуда у них это? Это же адвентисты. Эй, демоны. Это, знаете, вот вы говорили об общих местах, философии как общих местах. К сожалению, все... Филотипия, я говорю, любовь к общим местам. Да, все глубокое. А ты летали, Север Ильич Басанта? Филотипия. Филотипия по-гречески. Филотипия, да. Если говорить о самых глубоких вещах, то они всегда многих раздражают и порождают общие какие-то места и клише. Собственно, среднеобразованный человек это человек, который хорошо владеет искусством клише. Они перебрасываются внешними такими, шары катают друг к другу, да. И в конце концов это вырождается в такой, ну, секонд-хенд. Интеллектуальный секонд-хенд. Я называю это интеллектуальная массовка. Масса людей интеллектуально образованы, которые вот занимаются... А мне катать шары больше нравится. Ну, катать шары так. Смотрите, вот, кстати, хорошая мысль. Философское открытие это... Замечательно. Мы, кстати, дошли к какому-то кульминации. Одно из принципиальных философских открытий в чем заключается? В том, что ты обнаруживаешь, что ты сам по себе нечто куда более глубокое и интересное, чем ты сам про себя привык думать. И другие люди это нечто глубокое и интереснее, гораздо интереснее, чем можно подумать, глядя на экран телевизора. И общество, и мир это нечто более глубокое и интересное, чем можно подумать, глядя передачи канала Дискайвера, который вообще глядит на мир по ревности. То есть, мы видим тени, а не видим, собственно, реальность. Да, что вот это путешествие к внутреннему человеку и к истинному миру, и к истинной сути вещей это... А там Платон же был как, когда он выбирается из этой пещеры и наконец-то там посмотрел, как он на самом деле... Он же возвращается, и вот тут-то начинается проблема. То есть, ничего не может объяснить людям, что он-то знает, что все гораздо интереснее. Но философская жизнь это драма. Зато это путешествие можно совершить там самостоятельно или в кругу друзей. А вот, Палисей, есть же, наверное, и вариант, я думаю, что Андрея, так называемая версия Киркигора, самоубийства Платона, но там Гигельевская, понятно, и вообще мы так исходим из того, что он просто был перед выбором уйти там из полюса, бежать, или же принять казнь на зидание Патонка. Сократа. Есть вот вариант, что это какая-то трагическая ирония, о трагизме, о драме, о философствовании. Киркигорову или кого-то какая-то другая версия самоубийства, что настолько все вокруг ему обрыдло, что вот он подверг иронии все, и наконец дошел до самого себя, и его внутренний мир стал настолько неинтересен, что он решил себя как-то подключить. Я фантазирую, но это... Это может быть, но я считаю эту позицию ложной, потому что по такой логике любое следование долгу это самоубийство. или на войне, или на любом месте, которое ты занимаешь, всегда есть ситуация, когда ты обязан делать что-то, не надеясь на выигрыш. Но то, что ты делаешь, может поменять потом ситуацию через 10, через 20, через 30 лет. И твой жест, твои действия может потом повлиять. И следование долгу это не есть самоубийство, это выбор ценностей. Если я следую долгу, то есть долг это выражение внутреннего вот этого даймона. Следовать долгу это значит следовать внутреннему голосу. Если я ему следую в каких-то сложных ситуациях, в развращенном, например, обществе или в сложных ситуациях, я попадаю в ситуацию опасности. Если я избегаю этой опасности, значит, я не следую долгу. Значит, я не веду философский образ жизни. С долгом у греков конечно еще одна тонкость. Боюсь промахнуться снова, но все-таки Анатолий Георгий я просто говорю, что самоубийство, самоубийство это сильное слово. насчет совести и чести. Как бы там даже не запутаться, чего-то одного у них не было. Думаю, что совести у них не было. Были бессовестные древнегреки. Там же нет, там же было понятие добродетели. Дело в том, что греческий язык намного богаче русского и украинского языка и любого нового языка. И если мы сейчас будем обсуждать, там слово мышление и дух имеет очень много коннотаций. я люблю слово метаноя. Я недавно была выставка у Сибуина. Прекрасно. По-гречески это там и паранойя и дианоя и чего-то касается нюанса не было. Уже три слова почти не периодически. Как у подружки Элочкой Дуэтки. Ну вот собак. Есть богатые слова. Центральная идея платонизма и между прочим основа нашей например политической философии это идея блага. Общего блага например. Так мы же ее тоже неправильно понимаем абсолютно. Не так как имели ввиду Платон и Аристотель. Андрей Леонидович, вы сможете объяснить нам и зрителям о чем идет речь когда речь идет о благе собственно говоря у Платона. Потому что ну вот сколько я встречал это совсем не то что не то что на самом деле скажем так. Трактовки блага превратны. Мне нравится наше развитие разговора но я хотел бы прежде чем ответить очень кратко опасность. Потому что когда фундаментальный вопрос задан мы говорим что философия это искусство вопрошения и когда на ответ две минуты а я пытаюсь дать не изменяя содержанию кратко лаконичный ответ слушатель может воспринять это как очень легкую беседу и как а у него уже есть упаковка он купил товар да вот есть спрос а что есть благо и я как бы продаю товар своим ответом очень кратким но на самом деле путь философии не в том чтобы ответить на этот вопрос за минуту можно ответить за минуту это же нет давайте вот я тогда скажу уважаемые телезрители философия как вы понимаете это живая вещь и есть река жизни мы поймали ее когда говорили о том что человек дошли до того что в беседе что сказали что человек вступая на философский путь делает философское открытие которое заключается в том что он гораздо интереснее чем он сам про себя привык думать вот что-то живое возникло это драма трагизм поэтому когда мы сейчас в ничто собственное когда мы сейчас ответим на что такое благо это не готовый ответ в супермаркете снятый с полки у вас благо есть да это как бы попытка войти и каждый раз она уникальна если бы мы через месяц или даже через два часа мы иначе бы входили в эту тему это живая река но тем не менее это телеформат придется в телеформате каждый из нас волнует какое-то одно слово Алексей перешел к благу за две минуты придет я пытаюсь пройтись по философии Платонов за две минуты придется услышать что такое благо тогда за 30 секунд предыстория и за 30 секунд ответ предыстория такова что первые кто стал проповедовать политические идеи были софисты софисты учили о том что закон тиран над людьми и что все государство искусственно то есть результат договоров а договоры могут быть различны договорились например бандиты будет государство договорились какие-то проходимцы будет государство или ангелы договорились ангельское государство Аристотель и Платон создавали свою политическую доктрину вопреки софистам они учили о том что государство вырастает из общих практик из семей больших а семьи это были большие сообщества и государство тогда становится государством если возникает надсемейная надклановая объединяющие идеи эту идею не называли благами то есть пока нас не объединяет наши группы жизненно важная идея у нас нет государства у нас есть кланы которые перераспределяют ресурсы пользу своего клана естественно который пришел пасть если у нас возникает идея в которой все мы нуждаемся причем кровно нуждаемся объединяет тогда возникает государства то есть государство вырастает из групп как живое дерево как живое дерево и идея блага это то что кон конструирует всю систему до всю структуру весь организм про себя чувство заворожен поменялись ролями мы тут все потому что все ниже какой-никакой телевидение великолепно нашел власти мы его не замечали скачать линия самолучи телевидение вот здесь студент приходит к профессору алистовичу на экзамен а метрюв такой ассистент профессора сидит рядом и вдруг такой ответ дается на просто благо за две минуты заклеь тут еще есть просто браво даже без оцена есть еще жители на ней что благо это нечто что должно быть людьми произведено это не то что можно снять с полки где-то там если благоного надо достичь это не поиск сокровища да это не путешествие к золотому руну оно владея из нашего это все тоже изнутри благо то то что надо производить на мы воспитывает себе . для того чтобы было благо а что только добродетель и платона добродетели добродетели но по-гречески р к это это то это можно сказать так это способы достижения блага вот мы определяем благо то есть методы да это 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 способы мужество я перечислю например что понятно было что такое багрик мужество справедливость дружба любовь это все добродетели мы культивируем добродетели чтобы собрать себя изнутри то есть это некие маркеры нашего развития и способы культивирования внутреннего человека если их нет если добродетели нет тогда мы внутренний человек не раскрыли и благо не достигли тогда у нас есть не добродетели а пороки если говорить на русском языке ары т а потом это стало частью европейской культуры через римлян виртус виртуда суза вести эта система что называем доблестью частью а вот даже верну тут пять копеек если их можно вернуть было когда-то как там я гривенником брошусь в автомат и пятаками выпаду оттуда выпаду пятаком даже о доблести римской у тарстэнга и блена такого не совсем философа но помните писал такой на реестр живущий в америке кстати отец институционализма писал книжку теория праздного класса и вот он там ну почти по-моему российски объяснял что есть такой праздный класс на протяжении всей истории существует и им нужно заниматься только доблестными деятельности в том числе конечно войны охота немножко там какой-то любви флирта и кажется все остальное я вот забыл или там ничего больше не было и как ни странно наши вот олигархи кто-то хорошо будет арестович студии когда другой гость нас они ведь тоже как-то переходят каким-то доблестным римским занятием где виртус делает их добродетельными людьми то есть они заводятся о ком-то общем благе занимаясь политической философии в наших парламентах и в общем-то ну как-то об их пороках я даже не рискну говорить потому что я не знаю них ничего то есть об их внутреннем человеке мы не судим о том что они делают для нас для общества для каждого из нас есть студии это руль исполни по-платоновски или я как бы переборщил не крошу с этим господствующим слоем с этим праздным слоем никогда не поздно заняться добродетелями вот никогда не поздно вступить на как они почувствовал потребность я думаю что они еще не находятся еще на стадии заботы о своей семье широко понимаем и до идей общего блага еще не дозритикса за не трудно говоришь я лично никогда не беседовал с олигарх но я тоже не знаю ни одного олигарха лично я знаю ближнее окружение олигархов скажем лично я расскажу что это совсем не философскую и у меня олигархом беседовал у меня два слова ну конечно новое эксклюзивное место об этом ходит там ну в узкие круга всякие легенды я люблю продолжение истории но сегодня сколько о себе что однажды когда все попали там но кто-то впервые тот же трос на медицинском пенале сейчас так что я поздравляю с олигархом пинчуком вот надо что-то говорить о олигарх я даму чек который все организовал я у него только одно митер а вы на венец они первый раз исчерпал все вопросы никакие философские просто но если серьезно то конечно говоря о нашем государственном устройстве да вот или все можно и продолжаю вашу мысль о благе меня на раз волновала хотя внутренний человек как-то волнует больше все таки это имеет отношение к сомнениям красному закону но вот что у нас получается по полтону а что получается совсем по полтону в нашем обществе государстве мы перверсию представляем с точки зрения извращения с точки зрения то сам либо самую первую стадию роста опять же это то о чем говорил андрей олегович то что него не удается на эволюционной лестнице не удается перепрыгивать ступень мы же да не можем вся проблема у кредит в каком-то смысле в том что здесь не было такой вещи как европейское просвещение при том что я сложно отношусь к просвещению но хману свое дело было советское посвящение было да но и в но дидро русу и ментеске как-то мимо прошли это не хоть не возрождение это стадия которую на ли попозже и может быть поинтереснее но и вот просто из него в россии я переживаю что как-то я своим уж болтовни увела какой-то драматизм нажиме сетка дамы не возникла драматическое что закончить какой-то драмой но не на жаре машине окажем мы можем сказать что мы на уровне семей крупных кланов давайте представим финансы промышленные группировки олигархические как часть как большую семью дошли до стадии конкуренции семей в большом полисе под названием украина но идея общего блага еще не до не вошла в наши умы скажем она еще не родилась она вся музыка и слова но вся музыка и а внешняя она прийти извне не может вот наша еще одна ошибка когда мы хотим увидеть а вот как там живут а сейчас мы мы должны учиться опыту других но благо и государство то идея то что возникает среди нас они как импортный товар да это не возьму не принесено оно должно вырасти вот эта идея живого роста вот она по-моему очень важную плату что должно изнутри родиться мы не знаем это свежая идея должна быть это не идея снята с полки лока или адама зата знал одного философа странствующего продавал свои книжки в элитричках даже полить сам писал и у него там категория не просто благо а благо прогресса творчества было как это сложная да это хайдер к немецкий философам на сходит для него сейчас надо сколько времени у нас еще на что да уже на завершаться до завершение листей но не хочет стать андрей так тем более я занял вот его место может но как-то разговор получается все получается да но то забалтываю я всячески но получается у вас великолепный разговор не нужно не нужно самоумоление живое беседа предполагает драматическую ноту вырос потолка не нет андреевич хорошо но драматическому это прекрасно что философия может здесь наше пространство и окончится тем что одинокий философ будет продавать в электричка своей книги что этого не случилось нужно все-таки говорить о платоне все-таки более широкий джордано бруно и там еще был да сам спиноза как они да это же не в физиках а физиках вот энштейн долюбил спинозу джордано бруно черной магией дважды дважды сбежал из довольно доминиканцев за что мы всячески обсуждаем по смерти а книги и диалоги же есть это он вычитали протоколы допроса висят на сайте ватикана его ему говорит один из архиепископа ведущих допрос вот у вас такой-то книги на такой странице написано то-то то-то бруно говорит по протоколу до просто до написано откуда вы знаете ну как мы же вами занимаемся мы за восемь лет уже выучили пока следствие длилось я сам уже не помню тут еще вопрос ладно куда философом деться в конце концов они есть у нас когда деться каким академическим настоящим зарплата неплохие там всего что у катарантуру можно уйти живут россии вам например еще не поздно в первую очередь это главное быть главное вести эту жизнь потому что может оказаться когда потребность возник философ их уже нет это иной способ жить мне кажется если если просеять нашу передачу тут много интересных действиях на свежих при том что сказалось вот платон кстати ты говоришь обладу не кажется все пересказано мы не сказали что они писаного у того ни тогда ли но тем ни менее я могу три или четыре свежие мысли куда никогда не возникали например при том что мы с андрей алиűчим очень много говорили о платоне не возникали это свежие вот новая вот в этом как бы и прелесть философии прилиц разговору о платоне и занятие платонизмом, если можем сказать. Смотрите, одна из самых главных таких больших монет, просеянных, если просеять нашу беседу, как мне кажется, это беседа о том, что вернемся, философия – это способ жить, организовывать внутреннего человека, прежде всего, и вот как-то по-особому воспринимать этот мир. Или мы живем внешне, и это 80 лет прожив, оборачиваешься, и ты видишь перелистанную страницу, пустые чашки кофе, какие-то разговоры в никуда. Или это некое замедление принципиальное, и понимание мира, и самого себя, и общества людей в его первозданной полноте. А все учение Платона и весь его метод заключается в том, что он говорит, что это должно быть нормальной практикой, и оно может быть выведено, и внешний человек может быть подвержен влиянию внутреннего человека, более того, это является нормой, это является добродетелью и правильным способом жить, и даже целое государство можно перестроить с точки зрения внутренней этики, внутреннего понимания действительности. Вот, что мне кажется. Это есть совершенно платоновская идея, потому что Платон сравнивал государство и душу. Если упорядоченная душа, упорядоченное государство. Если душа развращена, государство развращено. Но ведь сам-то Платон известный кое-что о его биографии, прожил довольно бурную жизнь. То есть он повоевал и в изгнании, и там в тюрьме посидел. Нет, бурную не в смысле, бурную в наших современном понимании слова. Нет, это был очень... Он очень уравновешенный человек, доброжелательный к людям, который допускал в Академии дискуссии и нападки даже на себя. Пользовался большим авторитетом. И человек исключительно благочестивой жизни. Из Афина же его в какой-то момент попросили, мягко говоря. Нет, там не из Афина, это из Сиракуз. Там были его попытки воплотить свои идеи на Сицилии. На минуточку он стал обучить своему взгляду. Почти как на Украине. Платон из Афины пришел бы в Украину, попытался бы это сделать. Наш Платон, это Саакашвили. Ну, еще какие-то вопросы там. Вам было бы удобно и желательно какой-то двухминутный итог подвести на сегодняшнюю беседу? Я думаю, что главный итог — это вести разговор. То, что вы обозначили, я думаю, прекрасное резюме и суть наших рассуждений. А самый главный итог — это вести разговор и продолжать разговор. И не понимать разговор как просто обмен словами. Потому что часто люди это понимают как... Ну, люди поговорили. Из разговора все и рождается на самом деле. И политические группы, и вот эти группы интеллектуалов, и группы политиков, и преобразования. Французская революция, английская революция, октябрьская революция. Это непомянуто будет сейчас. Преобразования все в Европе, все возникали из разговоров. Потому что это ядро, это начало всего. Подводя итоги нашей передачи, хочется сказать о том, для чего одной из ее существенных целей является порождение моды подобного разговора. Не разговоры, разговоры, которые интеллектуально массовка, ничем не заканчиваются, кроме реконфигурации вот этих штампов, клишей в виде шаров. А разговоры, которые приводят нас в живую реку жизни и позволяют по ней начинать самостоятельное путешествие. Как в одиночестве, так и в кругу друзей, чем является философия, так и в государстве в целом. Спасибо вам большое. Это была первая передача из цикла «Философские этюды». Большое спасибо «Укрлайф». Это лучший канал, который дает возможность заниматься такими вещами. С нами был шеф-редактор канала Андрей Митлев, доктор философских наук-философ Андрей Боммистер. И я, ведущий Алексей Вестович. Спасибо. Оставайтесь с нами.